Да, дела. Блядь, не пробивает. О, Господи. Я даже не комментирую. Это просто жесть какая-то. Просто. Че к чему? Че происходит? А эта тачка орет, потому что у меня датчики заблокированы. Все в снегу. Хорошо, я постараюсь поменьше акцентировать внимание на погоде, но она действительно херовая. Вот смотрите. Просто лед, снег. Все это дело примерзает. Машины еле едут. Сегодня просто куча аварий по Москве. Ну, я вот аккуратненько сейчас еду уже в сторону вокзала. Встречать Катю. Она приезжает на Киевский вокзал. Ехать мне буквально полчасика. Ну, потому что время 11 час. Если бы сейчас был день, я даже не знаю, сколько бы я ехал до Кивы. Ну, наверное, часа два из Медведкова. Приеду я, постою немножко, подожду ее. Потому что, ну, сколько там? Ну, еще примерно 30 минут до прибытия будет. Посмотрю ютубчик, поиграю в шарики. И уже пойду на перрон. Ну, как-то там три тяжелых сумки. Поэтому надо встретить. Да и в принципе, знаете, человеку приятнее, когда его вагоны встречает любимый человек. Че хотел еще добавить. Да, она приезжает на двухэтажном поезде. Сто лет не ездила на поездах. Но, надеюсь, в ближайшее время все равно получится и на поезде попутешествовать. Потому что я их просто обожаю. И еще один такой небольшой факт. Я, когда был маленький, прям мечтал стать машинистом. Вот, обожаю до сих пор тему поездов. Но даже вспомнить не могу примерно, когда я ездил вот так вот прямо на поезде. Из точки А, точку Б. Там, плацхарте, купе. Ел какую-нибудь курицу. Там, яички разбивал. Но очень хочется погрузиться в эту атмосферу. Надеюсь, в этом году я обязательно куда-нибудь сгоняю. Может быть, даже в Брянск на поезде. Все равно прикольно. Потому что на машине, конечно, здорово. Тут своя атмосфера есть. Но поезд это немножко другое. Так. Потому что у меня весьple pleasure. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... В несп מצimerkен. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь. Она дождается. Я пытаюсь. 22,50 Сейчас же 300, да, стоит? Да Давно не виделись, однако Вчера Катя завидовала, а сегодня все на его Ну ладно, я вам хочу показать прикол За весь обед я заплатил 800 рублей Ладно, у меня там 870, да, смотрите, как классно у меня Упакована картошка О, мне тут еще, смотри, есть сюрприз Это я? Да, это ты Ну просто раскипали, как-то положили бачком Обожаю Бургер Кинг, ну вы хоть научите сотрудников Как-то картофель класть Удобно Ну слушай, ну это вообще какая-то хрень Ну что ты ворчишь? Ну потому что так не делается Ну реально, ну просто на поднос бы Или высыпали бы, Маш Проезжаешь и тебе просто в окно, знаешь, со скоростью хуярит Ну нормально, чем? Хочу я обратно? Хочу Потому что это как-то вообще не эстетично Вообще не круто Ни разу такого не было в Макдональдсе Никогда Ну сколько я картошки Это я Сарик не дали, ничего не дали Да, да Стоит и глаза вытручили Что, спиртяга? Есть пробитие Да, там 30% спирта Зачем я занюхнула так сильно? Фу Это лентовские Ладно, сейчас я их микробик Вот, вот Ой, я кстати тоже почувствовал Воняет жесть Слушай, ну Слушай, надо радоваться, что мы спирт чувствуем Когда я болела короной, я его не чувствую Я когда болел короной, я вообще ничего не чувствовал Я тоже ничего не чувствовал Только мне было больно, знаешь Когда прям спирт дыхаешь, было больно вот здесь Едем сейчас к маме в гости Без предупреждения Везем всякие вкусняшки Боих там два пакета огромных конфет И банки И вот это все Сейчас посмотрим на реакцию Она не знает, что мы едем Но уже написала мне в телегу Как у тебя дела? Сейчас зайдем И, в принципе, порой расскажет Дела нормально Осталось ехать буквально 7 минут Я не знаю, видно там Иногда она, почему-то, когда снимаешь Светлый экран, да Он высвечивается Ну, наверное, днем нормально Вечером всегда Вот стабильно Досвечивается Один банки отдаем Классно Гоша Гоша? Почему Гоша? Нормальное дело? Нормальное дело Господи А я хожу, как бомжиха дома А я тебя снимаю Ну-ка, быстрее не надо снимать Быстро Здорово Мне надо снимать, Андрюш Ну, перестань Ну, посмотри, правда, я в окне Во-первых, надо показать Сколько у мамы растений Как обычно, много Давай, Ма, иди вперед Смотри, что мы тебе там привозили Здесь всего Ну, вот вытащила Все, давай, распаковывай Давайте мои конфетки Вот и ковер Самое главное О, весь в семечках, Ма Да, да, да Вы же мне купили семечки Я уже стараюсь Стараюсь Слепиться, Ма Нет, я не знаю Да, действительно Нет, ну Ну, кидай на пол При хорошем раскладе Мне одна коробочка Это на... Ну, дня на три Вот, три, шесть дней А дальше обратно Двенадцать дней Вот эта маленькая на три А та большая на пять Да, больше конфет Вот, у тебя шесть коробок Очень вкусные конфетки У них, я когда попробовала У них такой Они, что ли, с цедрой римона Я не пойму, да? И там орешки И лимончиком очень вкусно Ну, и вот это самое тяжелое Мы, знаешь, что? Сало забыли Да ладно? Ну, сало потом сама к нам приедет Да, квасок Квасок Брянский Вкусный, да? Очень Три упаковочки, Ма Самое главное Опа Опа Брянский бальзамчик Бальзамчик Что это за бальзамчик-то брянский? Тоже не пробовала Я пробовала Я пробовала 20 лекарственных трав и корейных Ты вот это в прошлый раз Почему-то не забрала Я забрала одну штучку Так это все тебе? Да? Да А я подумала, что вы тоже хотите И это Я уже пробовала Так, это вообще где написано? Это коробочка для выращивания базилика Вот, а я взяла одну А это все тебе? Я поскромничала А, и Мелисса есть Вот и Мелисса Я подумала, что вы будете сами Это Не, нам не охота этим заниматься Не охота? Варенька Ой, вот варенька вообще Это малинка Бабушка не мой Мам, ну и тут, короче, это тушеночка Здорово Молодцы А бальзам-то нельзя? Слушай, а будто бы брал Сейчас проверю Бальзам-давай? Да, бальзам-давай? Попробуйся Давай попробую Давай попробую Короче, кто спрашивал По поводу говяжьей Я взял Гротфуд Вроде как классно Вот такая Белорусская Слышь, Ма? Ага Вот это говядина Ну и тут свинина То, что на видосе я показывал Царь мяса Давай зацени О, ты одну плену налила Оно теплое Мне так получилось Пока не могу заценить Наверное, сейчас так простаю Потом буду заценивать Когда отжажду Ну что, вкусно? Ум разъешь Укусно? Укусно тебе Укусно Дай я покажу, что я вообще делаю Ну-ка Ну-ка, давай Ладно Да я прям Две минутки Наконец-то поставил себе Все приложения Тихо, тихо А то не слышно Когда все разговариваем Поставил себе приложения Для монтажа Премьеру Фигму Для картинок Луминар Для обработки картинок Компу уже полгода А приложений не было Все Наконец-то я это все завершил И хочу накатить себе Еще одиннадцатую винду Уже выполняется установка Здесь до сих пор десятка была А устройство вообще Этого компа Которая у мамы стоит Оно примерно такое же Как у Медведкова У меня стоит клавиатура Logitech G915 Pro Wireless мышка Pro Wireless Не Просто Pro X наушники Ну короче проводные Я микрофончик убрал Потому что перестал в контру играть Дальше у меня тут куча проводов Есть вот такая штукенция Короче там уже не хватает На материнской плате USB Поэтому через переходничок У меня здесь жесткий диск 860 евро на терабайт Куда я скидываю все материалы Micro USB для вот этой малюсенькой камеры И в принципе все Особо больше нечего рассказывать Монитор Это Asus 27 дюймов Он 2К разрешение Немножко херовенький С точки зрения цветокоррекции Конечно после моей лыжи Там просто показатель DCI-P3 95% Здесь он низкий Короче для цветокора видосиков Здесь все очень грустно Но в целом работает он хорошо Если кто забыл Ком здесь С процессором 5600X 6 ядер Оперативки здесь маловато Всего 16 гигов Ну он такой знаете Достаточно простой С точки зрения конфигурации Хотя сейчас это уже Такая дорогая машинка И видеокарта здесь стоит 1660 Ti Я ее купил ровно в тот момент Когда пошел крах Рынка Связанный с криптовалютами И видеокарты начали дешеветь То есть я купил За 30 тысяч рублей Сколько сейчас стоит 1660 Ti Вы можете посмотреть В каком-нибудь интернет магазине Популярном Давайте Не знаю В DNS зайдем Ровно там я ее покупал Я даже не представляю Сколько сейчас это стоит Но мне кажется Дороговато Так 1660 Ti Вот у меня По-моему гигабайтовская С двумя вертушками Да ровно такая Пожалуйста На эти здрасте 68 тысяч рублей Покупала за 30 Ну а до Вот этого бума С криптовалютами Эта видеокарта стоила 20 Наверное 21 тысяч Короче капец Цена просто улетели Даже интересно стало Сколько стоит 5600 X Процессор Да Дороговато 29 тысяч рублей Покупал я его сильно дешевле Уже не помню За какую стоимость Но Что около 17 или 16 тысяч рублей А интересно Сколько стоит 5 950 X Который у меня Медведкова стоит Оооо 75 тысяч рублей Блин Все подорожало Конечно Ну ладно Живем живем Что называется Ладно я буду Заканчивать этот влог Он опять же Такой простоватый Получился Но зато На ежедневной основе Не забывайте лайки Ставить Потому что активность Ваша очень сильно Снизилась И меня это расстраивает Все делаю бесплатно Опять же Если хотите Помочь Донаты Там ссылочка Есть в описании Я все их читаю Это не обязательно Опять же говорю В условиях Но Мне все равно Будет приятно Поддерживать Потому что Сейчас я не получаю С ютуба Ничего Монетизацию Вырубили Все